Да, мы возвращаемся к тем, что... Так, обрабатывался такой тезис, что вот американское руководство, как раз оно несколько взволновано, что слишком быстро побеждает Украина. И вот Селиван приехал поговорить. А вот нельзя ли... Нет, 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 мы не будем, конечно, заставлять Украину. Ну, нельзя ли... Не надо так жестко отталкивать этого бедненького маленького Путина. Он ведь хочет мира. Может быть, вы не будете помягче как-то с ним. Но надо отдать должное украинскому руководству. Они очень жестко отмели эти разговоры. Это было видно на итоговой конференции, пресс-конференции Ермака с Селиваном. Где Селивана просто заставили повторить все украинские основные тезисы. Четыре украинских условия мира. Это полная победа в восстановлении территориальных ценностей. Обеспечивание безопасности Украины в дальнейшем. Восстановление экономики Украины за счет российских репараций. И самое... И не последнее. Это привлечение к ответственности главных военных преступников. Вот на этом и разошлись с Селиваном. Поэтому я вот уже на других каналах произнес такую, казалось бы, рискованную фразу. Но просто люди не привыкли к этому новому соотношению силы. И я повторю с удовольствием вас. Без разрешения Зеленского Байден ни на какие переговоры с Путиным не пойдет. Вот так сегодня обстоят дела. Таков сегодня статус украинского государства, украинской армии, украинского рабочего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.